всем привет сегодня я буду делать чайный сбор из цветов и трав которые собрала сама и купила этот сбор трав будет максимально безопасный и при этом полезный без особых противопоказаний делаем окуривание так положим палочку сюда можно даже так итак начнем за основу я конечно возьму иван-чай у меня вот такой собирала его сама здесь он будет с цветочками слабо ферментированный экономить не буду если что потом добавлю так либо я не вымеряю по граммам все делаю приблизительно потому что здесь нет таких супер лекарственных трав которые могли бы иметь противопоказания ну и надо понимать что любые чаи нужно пить но опять же допустим раз в день попил такой на травах чай а в остальное время лучше конечно пить воду но уже кто хочет там пьет что хочет другое привычное ему вот так вот чтобы например 10 раз заваривать чай в день наверное все таки не стоит ничего страшного не будет но просто будет где-то влияние трав больше чем нужно при понижение давление например это я собирала шиповник маленький это душица календула еще так лепестки календула цветы вереска ну и всякие лепестки цветов для красоты захотелось как-то максимально смешать трав и полезных и красивых красивых лепестки плечи так confession очень Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok она возьмет на себя функцию аромата этого чая. Поэтому я не буду беспокоиться, что все слишком смешано. Потому что бывает, что даже вот липовый чай, когда пьешь, нужно, чтобы просто была одна липа. Тогда чувствуется ее такой запах, послевкусие. И так же, в принципе, с жасмином происходит. То есть он не сильно пахнет сам по себе. Даже когда завариваешь. Поэтому его добавляют, например, уже в такой ароматизированный молочный улун. И вроде кажется, как будто он пахнет. На самом деле нет. Ну и большинство других цветов, они тоже и трав не особо пахнут. А вот мята очень сильно пахнет. Даже сейчас. Так что вот такой получился сбор трав. Он безопасен. И даже имея определенный эффект лечебный, эти травы не будут опасны, потому что их очень маленькое количество будет на одно заваривание. Здесь так кажется, их много. А когда, допустим, получится взять столько пригоршня на одно заваривание, то это будет абсолютно немного. Сейчас я все это тщательно перемешаю. Вообще, мне, конечно, больше нравится в чашке уже замешивать. То есть туда чуть... В чашке или в чайнике. то тогда все попадет в него. И можно прям парочку этого, там, цветочек этого. То есть так по чуть-чуть покидать и все. И заварить чайник. А здесь нужно будет немножко, конечно, это все размешать, чтобы попадалось все сразу. Но с другой стороны это и не важно. главное эстетика и вкусовые качества. Все остальное не так уж и важно. Пить я буду не крепко заваренной. Один раз в день. В церемониальном стиле. А не чтобы утолить жажду. для утоления жажды есть вода. Всегда. Вот такой прекрасный сбор. Можно его, в принципе, хорошо размешать и убрать в банку или в пакет. И все равно повторюсь, перед тем, как делать какие-то чайные сборы прочитайте все подробно про каждую траву. Какое она имеет действие. Возможно, я сюда побольше добавлю иван-чая. А то основы получилось меньше, чем всего остального. Иван-чай он абсолютно безвреден. но опять же, чтобы вы не пили, во всем нужна мера. Цветочки. я жду не дождусь лета, когда можно снова собирать травы. Ой, как он приятно пахнет. Ммм. Вот запах запах иван-чая, особенно от цветов. его ничем не перебить. Так что помимо мяты будет пахнуть иван-чай. Вообще иван-чай прекрасная основа для любых чаев и можно даже только его заваривать, а можно что-то сверху кинуть там для красоты и добавить, но можно даже что-то одно потому что сам по себе это кладезь здоровья иван-чай. Лекарь от всех болезней. Многие травы очень полезны, но вот иван-чай он абсолютно безвреден и абсолютно полезен. Так что для здоровья можно в него ничего не добавлять или что-то одно. но так тоже здорово захотелось почему-то сегодня именно так. Так что пейте такие чаи и наслаждайтесь. перед этим выясняем не только полезные свойства, но и противопоказания каждого растения, которое идет в чай. еще сюда я добавлю веточки пихты. Любые хвойные растения, они прекрасно действуют на организм исцеляющим эффектом. Пахнет великолепно. Очень вкусно пахнет. всякие противомикробные для иммунитета тоже кладезь здоровья. как раз при перемешивании он хорошо распределится. Все вот эти веточки будут прекрасны. И надо же как интересно очень хорошо и сильно пахнет пихта. прям таким у нее аромат такой при высыхании смоленистый карамельный. Реально карамельный. Ее можно как-то отдельно заваривать. Очень хороший аромат у иван-чая. Яркий. и конечно же умятый. Остальные травы раскрываются когда их заваривают но не очень сильно такие как липы например. Вот когда только срываешь липы она свежая запах стоит при сушке в комнате я ее сушу естественным способом запах стоит невероятный прямо дня 4. а когда уже пройдет месяца 3 то она уже не пахнет. Еще хотела сюда добавить белый доник. Он тоже очень хорошо пахнет. Максимально насколько можно ее сохранить его листочки структуру он сохранен по максимуму потому что он очень легко и быстро крошится эти цветочки отлетают поэтому его как бы даже и нужно покрошить потому что по-другому не получится да у доника тоже очень хороший запах и тоже яркий такой достаточно белый доник желтый неважно вот такой чайный сбор получился всем спасибо всем хорошего дня до новых встреч пока пока